МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Проблемные пытания и перспективы развития Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината в центре уваги рабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса. Одновление поставок нафты по трубопроводзе «Дружба» у напрямку Польши махчима с наступного тыдня. Учора гэтае пытанне обмерковали у Москве. Жильёвая будовництва гэтае теме присвяченный республиканский семинар, який сёння пройшоу у регионе. А зараз об гэтым и иншим больш подробязна. Проблемные пытанне Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината сегодня обмерковали на предприемстве. Тут с рабочей поездкой побывал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас. И он наведал новую вытворчесть сульфатной белиной целлюлозы и дал свою оценку перспективам развития завода. Вытворчесть сульфатной белиной целлюлозы – один из наибойнейших проектов, что реализуется зараз у Беларуси. На сегодняшний день предприемство працует в режиме вопытно-промысловой эксплуатации. На жаль, по культне отрымливается домовица с китайским генподрадчиком, кабьен отповедности со своими контрактными обовязательствами уводил заводу эксплуатацию. А тому беларуский бок робит гэта своими силами. Коллектив комбината отрымал необходный вопыт. Предприемство працует на 60% от вытворчай могутности. Задача, поставленная президентом Александром Лукашенком об запуску завода в четвертом квартале гэтага года, будет выполнена. Але уличываючи нестандартную ситуацию, керавництва Светлогорского ЦКК и концерна «Беллес Бумпрам» поставили перед урадом неколькі пытанняў, уврашэнні яких чекаюць допамоги и патрымкі. Ихэта лагічна, бо полновартосны запуск вытворчасті – агульная задача у Тымлику і беларусках аурада. Что касается денежной помощи, то предприятие обратилось, чтобы в текущем году, в 2019-м, погашение долга перед «Эксимбанком Китая» производило не предприятие, а Министерство финансов. С 2020-го года денежные потоки позволяют предприятию самому обслуживать кредит. Учитывая, что срок ввода завода в эксплуатацию затянулся, мы с пониманием относимся к этому, и на один год предприятию будет принято решение о представлении отсрочки. Для нас сегодня важно, чтобы это крупное предприятие работало и обеспечивало выручки в страну более 300 млн долларов по году. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко 16 мая в Москве обмерковали проблемы поставки и транзиту нафты по нафтопроводзе «Дружба». Так самая шла говорка об компенсации страт беларусского боку от поставки у кроссовику, забрудженной хлорорганикой нафты. Выниками сустречи Игорь Ляшенко поделился подчас наведывания разом с Сергеем Румасом Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Так, одновление поставок нафты по трубопроводзе «Дружба» у напрямку Польши могчима с наступного тыдня. Затекавленность беларусского боку связана не только с затриманием выручки за транзит российской нафты, али с пытаннями экспорту беларуской. А кроме того, ключовое для Беларуси пытання – одновление рабочого стану трубопровода «Дружба», який забеспечивает стопроцентную загрузку нафтана. Беларусь затекавлена у максимально оперативном одновлении полновартосной работы НПЗ. Нагадаем, концерн «Белнафтахим» 19-го красавика заявил обрезким пагаршенней якости российской нафты, якая поступает транзитом на участок магистрального нафтопровода «Гомельтранснафты Дружба». Змест хлорорганичных излучений у нафте в десятки разов перевышал граничные значения по стандарте. Вопрос, который всех интересует и на слуху, по компенсациям тоже хочу внести ясность, потому что некомпетентные разъяснения по этому вопросу входят в ненужную смуту. Мы обсудили с коллегами, что компенсации здесь двух видов, как говорят юристы, это прямые потери предприятия и косвенные. Ну прямые – это понятно, выход из строя оборудования, здесь работают компетентные группы. По результатам российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы, вы это читали в прессе, будут возмещены белорусской стороне. Мы, естественно, подняли вопрос и, как я сказал, второго блока вопроса – упущенные выгоды. Это недополученная выручка от транзита нефти, неполучаемая выручка от продажи собственной нефти. Вот эта часть вопросов еще будет нами обсуждаться с российской стороной. Поширение супрационерства в галине грошовой кредитной политики. Сегодня в Гомеле прошло посаджение Межбанковского валютного совета Центральных банков Беларуси и России. Совет уснует на протягу 20-ти годов. За этот час разгляжено коля 300 пытанья в самой разной накерованости в банковской и финансовой сферах. Как означают специалисты, подобные встречи являются эффективной дискуссийной пляцовкой. Диалог помеж суразмовцами отримливается живым и энергичным, а в вынику баки за уседы приходят дорожение, которое задовольняет всех. До речи, сегодняшнее посаджение – юбилейное, 50-е по лику. Разгляджены выники работы банковских систем Беларуси и России, двухбаковый платежный баланс и платежный баланс союзной державы за 2018 год. Так само на парадку развитие инвестиционного супрационерства. Что касается, скажем так, с точки зрения Беларуси и Национального банка Беларуси, для нас очень важен опыт Банка России, очень успешный опыт по переходу на таргентирование инфляции, обеспечения макроэкономической стабильности на этой основе и в целом обеспечения экономического роста, устойчивого, долгосрочного роста. Поэтому я думаю, что эти вопросы будут предметом наших дискуссий. Мы делимся опытом, и нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая взаимную торговлю большую между нашими странами, то, как связаны наши экономики. Большое внимание в этих дискуссиях, в этих встречах мы уделяем развитию финансового рынка, прежде всего банковского рынка. Особенно это актуально в связи с тем, что мы вместе работаем уже не только в двустороннем формате, но в формате пяти стран по концепции развития общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза. По завершении посяжения, старшиня Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подяковала за добрую организацию и означала, что супрацовничество находится на таком узровне, когда открыто можно обмерковывать любые вопросы. После этого отбылось подписание протокола по выниках рабочей встречи. В Гомельской области проанализованы причины росту цен на узводимое жилье. Основные из них были огучены подчас сегодняшнего республиканского семинара по питаниях жильевого будовництва. Как стать владельником уластного дома с минимальными затратами? Поцекавился Олег Синсеров. На вот коренные брыгинчане, яке они были на малой родиме некаких годов, кажуть, что городский поселок значно сменився. Летостью тут была проведена масштабная реконструкция, подчас якой не только одновили истнующие объекты, а ей побудовали новые. Размова в первую чергу об 20 индивидуальных трехпокаевых жилых домах. Наставница Анастасия Гавриленко ключе отрымала в листопаде минулого года. Кажет, что ранее ее семья сдамала квартиру, что было не весьма сручно. В новом доме аренда якого походится к реху больше 20 рублей в месяц. Утульна Усим, уключающая сына Марка, у якого теперь не только уластный покой, але и место для гульнив на прасядзибном участку. Нам все нравится. Мы рады, что получили этот дом, что есть свой участок. Для ребенка это очень большой плюс, что есть свой двор, можно выйти погулять, с друзьями посидеть. Новые домы у Брагини побудовал в Оминской домобудовничий комбинат. Проект оказался вельми удалым. Работы под ключ займаются усяго каля месяца. У этого предприемства в уголе великий опыт в заведении индивидуального жилья. Довольно удобный трехкомнатный коттедж для семьи. У нас здесь на стендах вы можете посмотреть, есть и другие варианты. С меньшей площадью, с большей площадью, двухуровневые. То есть на любой вкус и спрос для наших потребителей. Еще на этот год мы получили шесть домиков. Насколько я знаю, в беседе с Брагинской администрацией молодые люди проявляют интерес к такому типу домов. Правда, новые домы будут больше дорогими. Подчас семинара к этому пытанию особенная увага. Кировничество домобудовничьего комбината звертается до Лизбов. За опошний год кост дозитного палева повеличился на 28%. Будовничьих материалов до 25%. При рентабельности самого предприемства у 2%. Рост цен так само – одна из причин того, что работы назначено часто домов, якие населенство возводить за властных кост, ведутся марудным. Правда, есть еще одна махчимость стать владельником жилья. Только у Гомельской области наличивается больших 2000 сбудований, которые не выкористовываются. В Аураде обещают, в вынику его набытца держава каже допомогу. Пустующие дома. Мы отрабатываем механизм и в самое ближайшее время он будет представлен. Это человек, который может купить такой дом и одновременно провести его ремонт или реконструкцию. Мы тоже наши организации предоставили такую услугу. И нормативно у нас есть документы, которые позволяют получить льготный кредит для ремонта или реконструкции такого жилья. Я считаю, что намахчимость снижения костей жилья в выкористане местовых материалов. В Хонниках у Деньков семинара запрашивают на завод железобетонных вырубов. Предприемство, которое еще несколько лет тому из-за тяжкости выживало, сегодня демонстрирует стабильную работу. Хоннинский завод железобетонных вырубов – приклад того, как развивается будовольная глина. Начинаючи с 2011 года, тут провели несколько этапов модернизации, в вынику того, объемы в творчестве увеличились больше на 250%. Из таких панелей будуют дома в Беларуси и России. Сейчас пропрасывается украинский вектор. Энергия, сберегальное шкло и будовольные материалы с природного камня. Все это так само демонстрируется в Деньком семинару. В 2010 году Гомель Абалдар Буду передали один из Беларуси родовища облицовочного камня. На предприемство его назвали карьером надеи и теперь пропадают шерох новых для регионов вырубов. В области зарублены еще один крок по развитию будовольной глины. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у областного центра завершилась 12-я международная науковая конференция Беларуси в современном мире. Проходила и она в Гомельском государственном техническом университете «Мясо Хоха». В дело принимали студенты-аспиранты и молодые науковцы из всей Беларуси, а так само Россия, Украины, Польши и Узбекистана. Для презентации на конференции с 200 заявок одобрали 160 проектов. Кожный отповедал одной из девяти тематок секции, починаючи от места и роли Беларуси в историчном и геополитичном процессах и завершаючи пытаниями энергозабеспечения и энергосбережения. До приклада, Олена Карчевская, доцент кафедры маркетинг ГДТУ «Мясо Хоха», разом со своей студенткой Маргаритой Краученко, провели доследование рекламы фестивального туризма у Беларуси. Исследовали интернет-рекламу по определенным запросам, какие выдаются ссылки, на каких поисковых системах. Ну и рассматривали каждую ссылку, что она представляет, действительно ли она представляет собой рекламу фестивального туризма и насколько она содержательная. Словосочетания, которые вводились в поисковые системы, не показываются в фестивале, которые на сегодняшний день есть в Республике Беларусь. Поэтому над этим нужно работать маркетологом. Честно говоря, мы были очень удивлены, сколько всего проводится и как мало мы об этом знаем. У нас много всего интересного, но почему мы говорим интересные фестивали в Венеции, в Бразилии? У нас тоже есть, надо пиарить их, надо рекламировать. По выниках конференции у каждой секции вы значили лепшие працы, их ауторам уручили дипломы. Абсолютно все докладчики отримали сертификаты удельников. А материалы конференции у худком часе будут размещены у электронным сборнику, який так само выйдет и у друкованном варианте. Представники мясовых уладов завтра готовы и отказать на звонки грамадян. У гэтую суботу знов пройдуть промые линии. У Гомельске маблывы конками звороты будет принимать выконвающие обовязки старшине, первый наместник Геннадь Соловей. Нумер телефона у Гомелли 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. Огэтый шас на сувезе будзе и наместник старшини Гомельска Гагарвы конками Виталя Таманчук. Нумер телефона 75-19-54. Портрет на фоне эпохи. У Центральной городской библиотеки имя Герцина протягивают соратшистости, промеркованные до векового юбилея установы. Для ушанованья коллективу и былых работников организовали корпоративное свято. У его рамках так само презентовали книгу, выпущенную специально до 100-годового юбилею библиотеки. Сегодня Гомельская городская централизованная библиотечная система. Это 17 храмов литературы и 86 тысяч читачов. А вот еще одна лечба. Колькость наведывания в библиотек у год складает свыше 600 тысяч. А все тому, что сучасная библиотечная установа – это не просто сховище книг и инших друкованных выданий. Сегодня это информационно-аддукационный и социокультурный центр. Юбилейные мероприятия – это всегда очень важные события для человека, для организации. Когда это 100-летний юбилей, и в Центральной библиотеке города, конечно, это важное событие в жизни не только самих сотрудников, которых мы на сегодняшний вечер пригласили. Но, на мой взгляд, это важно, конечно же, и для города, потому что это Центральная библиотека, это место достаточно популярно в городе, пользуется спросом, так сказать, интерес к библиотеке, постоянно активен. Работу коллективу Гомельской и Харатской централизованной библиотечной системы высоко оценивают на самых разных узровнях. Под час урочистого схода на сцену неодноразово узнимались и работники, як за особистыми узнагородами, так и за коллективными. Одной из самых важных стала хоноровая грамота Совета Министра у Республики Беларусь за значную укладу захования и популяризацию беларуской национальной культуры. Без подарунка у них застались и гости свята. Усим присутным уручили экземпляры книги под назвой «Портрет на фоне эпохи», выпущенной специально до юбилея библиотеки. Сто годов миновало, а это уже история. Зараз пишутся новые сторонки. Однако заховать для нашадка удрукованный летопись життя библиотеки – обовязок. Вызначенный парадок выступлений краин в финале международного конкурса «Евробачення». Спевачка Зена выступит под 19-м номером. Финал песенного форума отбудется завтра. Кроме того, под час финального шоу заплановано выступление специальных гостей. Про мою трансляцию традиционно будут проводить телеканалы «Белтелерадиокампании» «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Початок – у 22 хадзины. Это и так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Я с вами развитвуюся. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Продолжаются поиски трех неизвестных мужчин, которые накануне сначала похитили, а потом убили инспектора ГАИ из Могилева. Евгению Потаповичу было 22 года. Новость об этом преступлении всколыхнула социальная сеть. Люди не понимают, как такое могло произойти. А милиция тем временем разослала ориентировки на автомобиль, в который перед похищением сел сотрудник ГАИ. Это «Черная Волга» с российскими номерами 67, 68 или 69 региона. Инспектор выбыл на ДТП. Он был один, без напарника и, как сообщается, для того, чтобы добраться на место назначения, остановил попутный автомобиль. Предполагается, что в салоне находились трое мужчин, так как после этого милиционер написал сообщение по Viber. Например, срочно «Черная Волга», «Три цыгана», регистрационный номер «Русский». Потом инспектор пропал. Нашли сотрудника мертвым в лесном массиве под Могилевым. Как сообщили близкие к МВД источники, руки у него были в наручниках. На месте обнаружения тела всю ночь работали следователи и эксперты. Поиск злоумышленников продолжается. Объявлен план «Сирена» по перехвату машины преступников. Усилены посты во всех областях Беларуси. Правоохранители обращаются ко всем водителям, которые видели или располагают информацию об автомашине, в которую 16 мая в Могилеве на улице Первомайской в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС сообщить об этом в милицию. Также будут полезны любые записи автомобильных видеорегистраторов, на которые могла попасть разыскиваемая «Черная Волга». Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Работа продолжается. Пожар на складе. В Чонках горело здание, в котором хранились пиломатериалы. Благодаря тому, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия, огонь удалось ликвидировать на раннем этапе. Повреждено только 10 квадратных метров кровли. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем в момент разведения костра. Ореческие пожарные накануне спасли работника одного из предприятий райцентра, который провалился под пол неэксплуатируемого цеха. Мужчина проводил обследование помещения на втором этаже, но под ним проломились ветхие доски. В результате он упал вниз с пятиметровой высоты. В помещении, в котором он оказался, не было ни окон, ни входа, ни выхода. Чтобы спасти пострадавшего, спасателям пришлось пробурить проход в кирпичной стене и на носилках вынести мужчину. Сейчас он в больнице. У него диагностирован перелом бедра и черепно-мозговая травма. В Добружском районе пьяный мотоциклист врезался в металлическое ограждение на мосту через реку Уть. ДТП произошло на участке автодороги Уть – Высокий хутор. 42-летний водитель не имел права управления, ехал без мотошлема и на высокой скорости. На мосту он не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение, после чего попал в реанимацию. Сегодня было назначено первое заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший начальник отдела уголовного розыска Чечерского РУВД. Размер ущерба, который экс-сотрудник нанес своими действиями, оценивается в крупном размере. Однако судья перенес рассмотрение дела, так как на заседание не явился один из участников этого процесса. В уголовном деле несколько фигурантов и один из них не пришел в суд, объяснив это тем, что не получил повестку. Это теперь и требует проверки. Рассмотрение уголовного отдела перенесено на 23 мая. Позиция обвинения говорить пока рано. Дело еще не рассматривалось, не начинало рассматриваться, поэтому об этом я говорить не буду. Всего у нас по делу пять обвиняемых, в том числе должностные лица Чечерского района. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня тремя поединками стартовал восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В столице сыграли энергетик БГУ и Минск. В Гродно встречаются Неман и Батэ. Мозырское славе в гостях борются за очки с городеей. В турнирной таблице команды разделяют шесть позиций. Мозыряне на восьмом месте соперник на четырнадцатом. Футбольный клуб Гомель свой поединок восьмого тура проведет на домашнем газоне. Соперник Жодинская торпеда Белас. Поединок на стадионе Центральне состоится завтра. Начало в 17.45. В турнирной таблице зелено-белое на десятом месте. Торпеда на пятом. Игровая программа восьмого тура завершится в воскресенье 19 мая. Шестой тур футбольного чемпионата Беларуси в первой лиге состоится завтра. Речицкий спутник сыграет со Слонимом. Домашнюю игру дружина из Речицы проведет в Гомере на стадионе Сдюшор номер 8. Начало в 16.00. Светлогорский химик в Бобруйске встретится с местной Белшиной. Гомельский локомотив также отправится на выезд. Соперник Лида. В предстоящий уикенд в Могилевском спорткомплексе Олимпиец пройдут матчи финала четырех розыгрыша Кубка Беларуси по гонболу среди мужских команд. Завтра состоятся полуфиналы. Гомель сыграет с БГК имени Мешкова. Хозяева гонболисты Машеки поспорят за выход в финал со столичным СКА. Неудачники стадии 1-2 финала в воскресенье оспорят бронзовые награды турнира победителей. Главный трофей. Элегантность и точность движений. В Гомеле проходит республиканская матчевая встреча по выездке. Соревнуются юноши и девушки 2003 года рождения и моложе. Областной центр Олимпийского резерва по прикладным видам спорта впервые принимает подобные состязания. Кроме хозяев участвуют спортсмены с Витебской, Гродненской и Минской областей. Всего пять команд. Особенность соревнований в том, что выступают всадники на лошадях, которых получают по результатам жребия. И тут на первый план выходит мастерство и опыт спортсменам. За полчаса отведенных регламентом он должен найти подход к лошади, чтобы после на арене выполнять сложные элементы выездки. У каждой лошади свой характер. И надо настолько быть опытным. Ну, не опытному, а найти подход к каждой лошади, чтобы найти с ней за полчаса, дается ровно полчаса. За эти полчаса надо найти с ней контакт, чтобы договориться, чтобы сделать все элементы, которые положены. А судьи уже будут оценивать, какой всадник правильно воздействует на лошадь, как он на нее воздействует, находит ли он с ней доверительные отношения или нет. Победители и призеры станут известны завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...